25 сентября в областном академическом театре драмы состоялось торжественное закрытие 17-го Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Киновечья», организованного при поддержке правительства Тверской области и президентского фонда культурных инициатив. Перед церемонией закрытия прошла пресс-конференция с участием президента фестиваля режиссера-сценариста, народной артистки России Светланы Дружининой. Фестиваль исторических фильмов «Киновечья» в Верхней Волжье удалось провести при поддержке правительства Тверской области и президентского фонда культурных инициатив. Как подчеркнул губернатор Игорь Рудения, «Киновечья» проходил в разных уголках нашей Большой Тверской области. Всего было организовано более 50 показов. Площадками стали Тверь, Бежец, Калязин, Кимры, Ржев, Торжок, Торопец, Сёла, Завидово и Тургиново. Зрителям представлены 8 конкурсных картин. Пришлось много поработать и работать на расстоянии, большой аудитории, большое расстояние. Много вопросов, приходилось задавать много ответов. Но это чисто профессионально в этом случае. Это удивительное совершенно невероятное, то, что мы здесь и сейчас. И сегодня у нас с вами 17-й кинофестиваль. Кино, для чего исторического фильма происходит на Тверской земле. Вначале было немного народа, потом побольше, в конце был аншлаг. Всё, народ повалил. То есть, как бы, фестивалю поверили, в него пошли. И, конечно, и на следующие годы, я уверен, будут ходить. Помимо демонстраций гинокартин, были организованы авторские и специальные ретроспективные программы, посвященные знаменательным датам, выдающимся деятелям России, документальные, короткометражные и анимационные работы. Всего участниками фестивальных событий стали более 10 тысяч человек. За эти пять дней у нас прошло больше 50 показов. 32 кинопоказа в Твери, 26 кинопоказов в области. На площадке, семь площадок в Твери работали, проходили встречи, мастер-классы, кинопоказы. На закрытие киновичи объявлены лучшие фильмы. Сценарии актёры, режиссёр и оператор по версии жюри. Гран-при получил фильм «Русский крест» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Режиссёр Эдуард Баяков, Пётр Зеленов. Картина также удостоена приза губернатора Тверской области. Специальный приз губернатора Тверской области присуждается. Абсолютно потрясающая картине «Русский крест». Приз получает продюсер фильма «Русский крест» Мария Кубланова. Спасибо Игорю Михайловичу за приз губернатора. Это очень ценно для нас, кинематографистов. В картине «Русский крест» приз за лучшую операторскую работу присуждён Максиму Осадчину. Приз за лучшую мужскую роль присуждён Александру Чичахову. Он наверняка станет, обязательно станет артистом, и большим артистом якутского и нашего российского кино. Я хочу пожелать им огромного счастья. И поэтому с радостью вручаем эту награду за лучшую мужскую роль. Высокую оценку получила его работа в фильме «Не храните меня без Ивана». Лучшая женская роль у Ольги Красько в картине «Туман». Спасибо всей команде, потому что меня учили твой успех и результат работы многих. И я считаю, что хорошая работа получается только в прекрасной команде. Спасибо. Приз за вклад в развитие кинематографа достоин народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, кинооператор Анатолий Мукасей. Ну я вот так посмотрел на экране, хорошие фильмы я всё-таки снял. Но я хочу другое сказать. Вы знаете что, я обожаю ваш город. Я обожаю Тверь. Я обожаю... У меня есть любимое место. Это Старица. Специальный приз за многолетнюю работу по сохранению исторической памяти вручён Александру Звягинцеву. Кроме того, названы лучшие картины по мнению зрителей. В частности, приза зрительских симпатий удостоен документальный фильм «Селигерья» режиссёр Анастасия Шкитина. Я безумно рада, что этот фестиваль проходит в замечательном крае, на этой прекрасной земле, про которую в этом году мы решили снять документальный фильм. И вот так всё совпало. Это большая удача, что мы смогли в рамках фестиваля показать наше кино. Это дебют в таком формате для меня и моей команды. В завершении церемонии организован премьерный показ фильма «Гардемарина. 17.87 мир» режиссёром-постановщиком которого выступила Светлана Дружинина. «Едины два русских душа! Едины два русских душа! Судьба и Родина едины!»